Я сейчас в троллейбусе, я буду дома, я вам перезвоню, я рад вас видеть. Раз, два, две поздравить. Буду дома, вам перезвоню, отнимаю вас, ну и ваши руки-ноги. Да ладно тебе, выдумывайся. Ну вот и встретились, а слава Богу. Дела наши вы знаете. Добрый день. День, дорогой, целую ваши руки-ноги. Как ваше здоровье? Я так хотел уже после вашего день рождения, но никак, никак не душой, чтобы вы знаете, что я всегда на колени прошу Господа. Бога, да, чтобы он, по его благодати, чтобы он поддержал вас до прибытия в Новый Иерусалим. Я знаю, кто вы так вот, потому что уже мне никто не может сказать, кроме меня, кроме Духа Божьей, никто меня не может убедить. Я хочу у вас подперсоваться, помогите мне, пожалуйста. Хочу попросить вашего совета. Помоги, Господи. Бориса, благослови, устрой. Игнатий Тихшин, мне такой дух прибывает уже, честно вам хочу сказать, как моему близкому, как моему наставнику. Хочу уединиться, я не знаю, на неделю взять бутылку воды, взять один батон, молиться в Святой Писании и в келье куда-то в монастырь. Я просто хочу пребывать в посте и в молитве. Сколько Господь мне Бог даст, столько не будет. Тридцать, сорок, я не знаю, какой Бог. Как вы на это смотрите? Положительно. У католиков так делают они, каждый священник обязан неделю или две побыть в одиночестве. Я вам покажу прямо. Я знал ваш ответ. Прямо на колени встаю. Прямо я знал, что вы мне это скажете. Я знал. Но лучше я лучше спрошу. Но лучше я решил вас спросить, Игнатий Тихшин. Да, только так. Я знал ваш ответ, но я в слезах Господа Бога прошу, по Божьей благодати, чтобы Он вас сохранил. Я вас очень прошу, не болейте, не старайтесь и не думайте, чтобы мы знаем, что в Молдавии за вас тоже молятся и на колени прошу. Низкий поклон отцу Иваку передайте. Всей вашей семье, нашим братьям потеряйте. Владимиру, Вячеславу, Николаю, Михаилу, всех наших братьев, все наши братья, которые молятся. Да, я часто вспоминаю, я молюсь за Игоря Думунова, нашего брата, я за всех братьев. Я сперва как-то не мог принять Вячеслава Семенова, потом сижу подумал, кто ты такой? Борис, кто ты такой, чтобы что-то подумал о ком-то? Не брат ли он твой? А я упал на колени, говорю, Господи, прости. Ну вот, ну, или характер такой, или не смирился. И вот мне сейчас один брат мне сказал, пока ты не возьмешь кусок хлеба, пока ты не возьмешь водичку, пока не будешь молиться в посте и в молитве и на колени, прости Господа Бога, у тебя вот эта любовь божественная, она не прибудет к тебе. И я думаю, я знаю, ну я ему и сказал, я знаю, с кем мне посоветствуются. Я знал ваш ответ, но еще раз хотел улететься, духовно знал, но я всегда пребываю с вами. Я думаю, вот решил спросить. Я иду с работы, сейчас у меня здесь еще пару бабушек, я еще не дома, я в Кишинек зашел. Я иду с тобой, чтобы поговорить с вами, хоть сейчас пойду, куплю там что-то, водичку, бабушек такие, пенсионеры. Я знаю, какую вы работу сделаете. Я просто, у меня душа с вами, я знаю, через чего вы прошли. И я никого еще в этот год, мне уже 66 лет, через на следующее воскресенье или субботу, не знаю, когда попадать. Я это не одобряю мое день рождения, но я знаю, через чего вы проходили, Игнат Тихо. Это только по Божьей благодати. Вы прошли через это, Господь Бог пребывал всегда с вами. Он был, есть и будет с вами до конца, поскольку вы будете на этой земле. Я знаю ваш путь, куда вы пойдете. Я смело знаю. Я могу твердо сказать. Я знаю, что встречусь. И я хочу другое сказать. Вам Господь Бог помог в всем вашей труде. Даже я, когда вот сейчас думал, когда вы собирали деньги вот на эти четырех тонны, которые вы последние вы писали, в стихах, я молился. Я знал, что вы наилучшим образом вы написали вот эти все четыре книги. И я не знаю, я думаю, что тоже куплю, но немножко позаработаю. Я работаю. Знаете, что, Игнат Тихо, я слишком много в этой жизни отдыхал. Я на колени просил Господа, чтобы я больше не отдыхал, чтобы у меня не было воскресенья. Я в этой жизни слишком много отдыхал. И я уже работаю каждый день. Я знаю, что Господь Бог мне поможет. Я Его прошу, я исполняю Его волю, не мою. Да пусть воля Твоя, Господи, не моя. Хорошо. Помолите за меня, пожалуйста. Я Вас очень прошу. У Вас какие-то книги... Ваши руки, ноги. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Вы уже книги какие-то выписывали, да? Да, да, да. Если я бы не имел Ваши книги, я бы не... Ну, у меня вот книга всех книг. Иметь евангелие с толкованием, это еще не каждому дано. Я так и говорю. Ну, ладно. Как-то идти к истинному православию я взял. Да. Ну, у Вас тогда... Вы знаете, куда что посылать, и чтобы Вам выставили, свой точный адрес укажете. Потому что... Я через Москву, там у меня братья, там за кого я молюсь, пока они прибудут, пока они не покаятся, но все через Москву. Я знаю, что Николай Астахов есть в Москве, я знаю, как мне. Я уже, знаете, нашу сестру Елену Гладычуку, я знаю, все хорошо, да. У меня все записано, и у меня ничего не теряется. Каждое слово у меня все ваше есть. А разве напрямую с Молдавией нету связи? Да, Вы знаете, что здесь нету, почему, что на почте могут все потерять и сказать, Вы с Россией связаны, Вы это самое знаете. Просто тут в Молдавии потеряли страх Божий. Поэтому и... Хорошо, хорошо. Тогда Вы Николая в адрес туда пришлите, точный, и оттуда заберете. Да, 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 спаси, Христос, отхожу, я Вас обнимаю, целую Ваши руки, ноги, Игнатий. Да ладно, ладно. С Богом, с Богом. Все, ну все, тогда давайте выходите на Николая и на Лену, что нужно на Лену, посылайте, и она Вам сразу вышлет. Спаси, Христос. Аллилуйя. Аллилуйя.